всем привет дорогие друзья вы на канале evil empire как дела у меня нормально потому что сегодня я решил все-таки выкатиться в дрифтовом режиме ребята это не не тот дрифт который вы привыкли видеть от evil empire потому что все-таки амбассадор всей дрифтовой движухи империи это наш любимый дед каба который совсем кстати недавно выпустил ролик с сочи где он вместе с царем дико валит на постановках с прыжка и так далее да это не та история это гораздо проще и понятнее для обыденного человека это машина которую может скажем так человек который хочет зайти в дрифт примерно должен заходить с чего-то такого но не обязательно все это делать на пандемах с внешним видом с ливреей но рано или поздно вы я думаю к этому придете друзья если вы начинаете сразу с постройки автомобиля знаете что сначала нужно учить машину учить машину ездить а потом прикатывать себя к этой машине поэтому со временем появились школы дрифта и так далее для того чтобы понять хотите вообще надо ли вам это и не заходить в долгую стройку либо покупаете уже готовый автомобиль который сразу может дрифтить и на нем можно учиться либо идите куда-то в школу чтобы понять надо вам оно или нет я сталкивался с многими историями когда люди хотели зайти в дрифт начинали с того что строят машину и пока ее строили по неопытности строили не то и у них на это все дело падало дабы с этим не встречаться надо сразу понять надо она вам или нет нравится эта штука или не нравится себя могу сказать что дрифт это весело сколько были людей друзей своих и просто знакомых не знакомил с этим направлением очень многие им загорались потому что она очень эмоциональная в нем очень много личности личного вклада в дрифте нет есть конечно регламент но тебя не ограничивают не по кузовам не потому что ты в них можешь поставить максимум тебя ограничат потому какая должна быть безопасности при этом какая у тебя ширина покрышки все все остальное можно делать все что хочешь и здесь ты хозяин положения ты можешь выбрать какой угодно автомобиль хочешь на волге дрифте хочешь на жиге дрифте а хочешь купил ламборгини и давай ну хоть ладно с ламборгини оборщу все таки нереально ну что друзья настало время когда мы раскроем кто же у нас победил в конкурсе из предыдущего выпуска значит задача была отгадать какую же я машину задумал у себя в уме с помощью подсказок многие нашли кстати тот самый ларгус который мы вставили 25 кадром и подумали что это ларгус ребят я же не мог загадать ларгус это была подсказка да все правильно и надо было смотреть на цвет ларгуса и на номер ларгуса цвет был белый а номер 911 и мы намекали на то что та самая олдскульная дорогая и очень редкая и мною любимая машина это был porsche rvb 930 первый кто догадался это был парень под именем или может быть не парень под ником хорок а вторым победителем стал парняка который или не парняка который собрал больше всего лайков под комментариям это товарищ аугуста он написал что лада ларгус лево-право же значит дит дит любит фланкера походу это супра старая как турик песня и дорогая как солярка со слона салона ничего не понял ну очень интересно 69 лайков не могу как не могу спорить так что две футболки evil empire улетают этим ребятам а вы продолжаете смотреть как я катаюсь это бмв е36 на первом джизете построенная специально для меня ребятами за ст почему 36 кузов конечно же это оптимальное сочетание цены кузова его веса изначального и потенциала сейчас там какую-нибудь серию или skyline можно купить ну в общем либо ты купишь дрова за там 500 тысяч либо тебе придется потратить в районе миллиона потом в него свапать мотор и так далее такой кузов можно найти там в пределах 400 тысяч наверное там адекватный хороший из него выкинуть мотор можно наверно продать и сюда свапнуть gz я вот сюда сделал первый джей это простое решение но тем не менее компоновка очень правильно рулится 6 цилиндров турбина стоковый абсолютно мотор на бмв шной коробке переваренной все едет спокойно рулится кузов кстати и всей своей доступности очень правильно сконструирован такое ощущение что его изначально делали под то чтобы пацанчики через пару десятков лет могли спокойно сюда вставить gz и наваливать с улыбкой на лице самое главное что надо знать когда ты начинаешь заходить в дрифт это как выстраивать инфраструктуру вокруг автомобиля потому что это не просто гоночная это не просто машина которую ты взял и все и начинаешь на ней ездить нет это и то откуда брать колеса это откуда брать запчасти это и те люди которые ее будут чинить это и понимание того как это все устроено поэтому дрифт это такая маленькая военная операция и каждый раз когда ты едешь на дрифт ты участвуешь в мини войне в которой тебе надо победить изначально когда задумывался этот автомобиль мы подразумевали задачу школы дрифта поэтому все делалось максимально просто здесь стоят 46 рычаги здесь стоят сошки то есть это просто это не пиленный кулак это просто дополнительные сошки которые стоят пару тысяч рублей здесь стоят фуллтапные стойки с возможностью регулировки опоры первый джей на бмв в коробке кстати которая довольно таки прочная здесь сток мозг абсолютно стоковый мотор при этом этот вес он тащит и это ребят весело как обычно как и настоящий дрифт без всяких соревнований это в первую очередь развлечения если ты хочешь получать удовольствие получать навык то тебе нужно начинать с чего-то такого что можно легко чинить легко эксплуатировать и главное веселиться собираться с ребятами где-то на тренировках на автодромах и тянуть трассы по третью передачу спокойненько на 17 18 резине вообще без проблем такая она конечно забавная просто легенькая маленькая очень шустрая это что-то гремит воняет это же так круто это она как простенькая симпатичная машинка от которой не ждешь такого после того как она ты просто нажимаешь на газ три с половиной тысячи оборотов и ты понимаешь что это не просто машинка это штука которая очень весело управлять и не важно что ты не самый быстрый и не важно что ты не валишь на 285 колесе но это точно ты самый веселый и радостный парень в этой тусовке не зря все таки дрифт появился в японии но как принято считать на деле дрифтом то много кто умел тогда пользоваться и любой раллийный гонщик знал что такое управляемый занос но как культура она появилась в японии причем появилась она в зоопарке ребят вот это поворот вы все прекрасно знаете киучи вы все прекрасно знаете дедушку киучи который можно сказать один из родоначальников дрифта это кумакуба по моему там был в этой тусовке это просто тусовка ребят которые гоняли по кольцу и насколько мне говорил тимон когда они слишком сильно уходили вперед они начинали веселить публику тем что запускали машину в занос и со временем им начало это нравится больше чем кольцо и потому что это тупо весело да и так получилось что у одного из этих парней у бати был зоопарк зоопарк решили переоборудовать подгоночную трассу специально для дрифта нарезали много разных прикольных поворотов и знаете где этот зоопарк он по сей день этот раз и существует и называется она и называется эбису ребят и не просто так этот вид спорта уже спорта появился именно в японии это же самое классное сочетание работы над собой понимание устройства автомобиля личного вклада в создание какой-то модели шасси и так далее и веселье ребят дрифт создан чтобы веселить пацана и делать его жизнь лучшее и от хотя дрифт создан для того чтобы испортить жизнь пацана но при этом с улыбкой что-то да в общем о нифига себе привет ребят твоя . ну да а вы чё какими судьбами здорово да кстати ребята познакомьтесь это наши друзья да и dream а чего вы на porsche я обычно не гоняю зелененькой класс тренируешься да ничего как прикольно не жалко машина нет она специально этого и создана а тебе это не жалко лобовое вообще полностью раскололась кто это сделал а причем мы еще такие едем едем я такой надо надо этот остужать тачку поехать медленно когда можешь поехать медленно чтобы не мучить ее и такой просто только выставлялись то есть скорость была маленькая из-за того что заклепку выбило соответственно пару 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 этих кочек и значит одна вышла ну и там дальше как-то само по себе так что ребят всегда следите за вот этой приблудой была история вы когда только-только собирали эту тачку приехал глеб поставил новое лобовое стекло и и выгнали на улицу в новом обвесе с новым лобовым и забыли поставить забыли закрыть на следующее утро просто приходят ребята и видят как тачка просто разорванным лобовым стеклом и открытым капотом то есть у них давняя уже история и этот капот уже победил два лобовых стекла так что надо мне кажется его осветить алё рпц я не знаю когда ты ездишь там на паршаке ты тенанда комфорт туда-сюда приехать дрифт это вообще ну это вот в руки грязные а мне кажется класс может продать нет какую эту да да не слушай у меня сейчас только сезон начинается я умеет еще машины не построены поэтому блин сейчас хотелось кататься я бы погорал настроить уже некогда такая . уже готовы и такая вот а я тебе дам покататься на зелененьком новый кузов 450 лошадей едешь и кайфуешь блин вот сейчас вообще это не честно было если честно почему ну потому что это как вот можно вот вот в этот момент сейчас вставлять мне в сердце porsche то есть ты согласен а насколько даже ну два дня дам давай три ладно по рукам фок давай для того чтобы понять и осознать что такое дрифт как ведет себя автомобиль заносит нужно наверное выбирать максимально прозрачный автомобиль в самом начале если сядешь сразу на супер крутую быструю и настроенную конкретно под спорт машину будет сложнее учиться поэтому для школы дрифта мы выбрали вот эту компоновку и со временем я убедился в том что она очень правильно работает во первых люди учатся хорошо во вторых ее построить не так сложно и в третьих есть все решения если вдруг с ней что-то случилось можно пойти купить там на разборке рычаг тягу можно там на мотор все что угодно купить в наличии практически у ребят там есть с этих смаркообразных коробка дешевая если вдруг сломалось сцепление дешевое тоже если вдруг сжег это оптимально я не первый кто про это говорит потому что совсем недавно у аркаши циреградцева вышел ролик про 36 и про кузова альтернативные японцам потому что японцы начали дорого стоить 2020 году мы только-только додумались что самое адекватное что может быть это японский мотор в немецком кузове каким-то образом мы все к этому пришли и все больше и больше людей начинают в это верить и понимать что это очень хорошая компоновка я вам сам ее советую 1gz 2gz бмв-шный кузов и погнал да я понимаю что все эти спортсмены они ушли очень далеко но ключевое то зачем нужен дрифт это твоя улыбка на лице понимаете все эти соревнования гонки и так далее они нужны уже когда ты ты все прочувствовал тебе уже не так весело до этого момента дрифт это просто чистый кайф ребят просто чистый кайф и ничего больше многие ребята относятся к этому как к некому показу не чувствую я вижу что стрит дрифт идет в сторону смотрите как я дрифту и на деле это очень просто вот сейчас на данный момент здесь нет практически никого только жека с ними сидит меня снимает и я нету восторженных людей которые смотрят как же я классно дрифту и поймите это все не нужно не нужно вот и тебе от этого уже весело ребята если раньше говорили что мужик обязательно должен построить дом вырастить сына и посадить дерево то я считаю что к этому всему надо добавить обучиться дрифту и построить свою дрифтовую тачку в общем дорогие друзья на самом деле для меня это немного грустная ситуация потому что я реально согласился продать машину ребятам но я считаю что daydream это наверное все таки хорошие руки да они же столько столько всего хорошего хранят и берегут поэтому вот только вопрос а зачем вам реально дрифт вы же специализируетесь на машинах которые прям супер лакшери потому что daydream это некая философия и мы хотим не просто сдавать и быть автопрокатом а идти в какой-то автоспорт мы хотим участвовать в знаковых мероприятиях участвовать в соревнованиях участвовать в соревнованиях чтобы это какая-то была культура и поэтому вот наш этапа такого развития как бы самим получать как бы удовольствие того что проникнуться всей этой атмосферой смотрим на тебя идем в нем можно будет у вас арендовать ох очень сложный вопрос мы хотим сами кайфануть вот есть мысль поучаствовать в соревнованиях вот это же для чего нужно тяжелый день после проката я на нервах я села никаких нервов все эмоции выше через тачку поэтому спасибо мне как бы в общем-то идея очень все нравится в общем настал этот момент когда я ее передаю вам желаю успехов надеюсь у вас с ней будет все в порядке однозначно спасибо тебе удачи финал и это ребята был канал evil empire все немного такая грустная для меня история я продал можно сказать одну из любимых моих машин но двигаемся дальше есть еще две 46 и и пора их достраивать наверно подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии мы всегда на связи это был канал evil empire до встречи друзья и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, настало время снова поиграть Правила такие же, как обычно Пишем в комментариях, какую же машину я загадал Подсказка Я загадал самую злую машину команды Evil Empire Те, кто с нами знаком, наверняка быстро догадаются, что это за штука Те, кто не знаком, можете перейти ко мне в Instagram Она там точно есть Это машина, которая может уничтожить любой автомобиль У нее нет конкурентов и быть не может Так что игра началась А выиграете вы в этой игре классную футболку от команды Evil Empire